Друзья, всем привет еще раз! Сегодня мы снимали уже с Борисом по Адлеру местонахождение разных объектов и хотели сегодня показать вам центральный район, рассказать более подробно, где находятся по локации разные жилые комплексы. Также добавим еще, наверное, ценообразование. Да, от скольки начинаются? Наверное, упустили этот момент и решили его немножечко дополнить. И вот, друзья, перед вами карта Сочи центрального района. Здесь входят такие районы, как Донская, мы с вами видим, Новый Сочи, Макаренко, также есть Заречный район, Центр, Завокзальный район, Соболевка, Лысая гора, здесь мы с вами видим Светлана, здесь вот район Фабрициуса, Транспортная и дальше у нас уходит район Бытха и Мацеста. Ну и давайте с вами посмотрим, вот на Мамайке, конечно, здесь на карте у нас не представлено, на сегодняшний день интересный комплекс Посейдон. Цены там начинаются от 105 тысяч рублей за квадратный метр. Дальше мы двигаемся, также в район Мамайки входит жилой комплекс Аэрде Хаус, который у нас вот здесь чуть-чуть выше расположен. Цены на сегодняшний день там начинаются от 71 тысяч рублей за квадратный метр. Дальше рассмотрим район Донская, который состоит из двух районов, да, это мы знаем Тимирязево, там преобладает больше горная местность, и район Донская, где находятся у нас три школы, четыре детских сада, это такой вот спальный район. И вот здесь мы видим, здесь вот жилой комплекс Прохладная долина, цены там начинаются от 65 тысяч рублей. И вот здесь вот жилой комплекс Меридиан. Цены там начинаются от 78 тысяч рублей за квадратный метр. И вот здесь вот уже в районе Тимирязева есть жилой комплекс Три Капитана, там цены начинаются от 65 тысяч рублей за квадратный метр. Это то, что на сегодняшний день актуально представлено у нас в районе Донская. Дальше смотрим район Новый Сочи, вот здесь вот он представлен. Здесь есть два комплекса, такие как Шоколад на улице Санаторная, стройка ведется там по федеральному закону, 214. Цены там начинаются от 80 тысяч рублей. И рядом располагается жилой комплекс Вачаров-Маяк. Комплекс этот уже сдан, и цены начинаются от 82 тысяч рублей за квадратный метр. Это то, что есть в районе Новый Сочи. Дальше смотрим район Макаренко. Это тоже спальный район с развитой инфраструктурой, где есть детские сады, школы. И на сегодняшний день на Макаренко есть Вишневый парк. Строительство там ведется по федеральному закону 214, и цены начинаются от 74 тысяч рублей за квадратный метр. И вот здесь вот есть дом клубного типа, Оксфорд тоже сдан, и цены начинаются от 92 тысяч рублей за квадратный метр. Дальше мы смотрим, здесь вот есть район Заречный. На сегодняшний день там ничего не строится, и представить пока вам нечего. Да, дальше смотрим. Это центр города Сочи. Там на сегодняшний день тоже все уже застроено, и ничего, никаких строительных площадок там нет. Многих, это район востребованный. Раньше кто-то там отдыхал, хотя тут именно в этом районе, но там я скажу, что есть только вторичное жилье перепродажи. Вот, дальше двигаемся. Вот здесь вот район Завокзальный. Здесь есть жилой комплекс такой, как Прагма. Находится он на улице Туапсинской. Там цены начинаются от 92 тысяч рублей. Также жилой комплекс Сокол от 107 тысяч рублей. И жилой комплекс Огни Сочи. Располагается вот здесь. Там цены начинаются от 116 тысяч рублей за квадратный метр. Рядом с жилым комплексом Огни Сочи есть уже сданный тоже дом, который называется Гулливер. Цены начинаются там от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Ну и дальше двигаемся вниз. Район у нас Светлана. Здесь вот мы видим золотой треугольник, где цены от 200 тысяч рублей и выше. Ну, мы его, как правило, не рассматриваем, потому что сегмент, часто запрашиваем мы, это от 2-3 миллионов рублей. И на сегодняшний день на Светлане есть апартаментный комплекс, который называется Покровский. Цены там начинаются от 140 тысяч рублей. Вот мы видим рядом с парком Дендрарий. Вот. Дальше двигаемся вверх. Это у нас Соболевка. На Соболевке на сегодняшний день есть такие объекты, как Грин Пелос. Вот здесь мы видим, да, от 110 тысяч рублей. Есть такие жилые комплексы, как Озера. Озера 2-3. Там цены начинаются от 60 тысяч рублей. И вот здесь у нас на улице пересечения Пятигорской Фабрицуса есть жилой комплекс Уютный Квартал. Цены на сегодняшний день там начинаются от 60 тысяч рублей за квадратный метр. Вот дальше по улице Транспортной есть жилые комплексы такие, как Весенний, Немецкий Квартал, Мелодия Леса. Вот здесь чуть выше мы видим. Там цены начинаются от 80 тысяч рублей за квадратный метр. Вот. Дальше мы с вами двигаемся в район Бытхи. Здесь, к сожалению, она тоже не представлена. На Бытхи, если это мы рассматриваем вверх, есть жилой комплекс такой, как Моривидово. Цены там начинаются от 80 тысяч рублей. И морские берега тоже от 82 тысяч рублей. Если мы рассматриваем Низбытхи, это вот Белый Дворец, жилой комплекс, цены там от 120 тысяч рублей за квадратный метр. И Сириус от 75. Ну и дальше уже в сторону Мацесты. Там жилой комплекс Мацеста Парк, который строится по федеральному закону 214. И цены там начинаются от 70 тысяч рублей за квадратный метр. Молодец, Борис. Все детально так рассказал. Теперь давай расскажем нашим зрителям по поводу ценообразования в центре. С чем связана сейчас такая активность именно Адлеру? Внимание. С чем это связано, на твой взгляд? Ну, смотрите, сейчас мы вам не просто так говорили про цены, да. Если все это подытожить и собрать, да, в среднем по больнице у нас получается цена от 85 тысяч рублей за квадратный метр. А часто запросы бывают какие? Ребят, нам нужно что-то от 2 миллионов, желательно, конечно, даже за миллион, чтобы это рядом была школа, чтобы это было ровное место, и чтобы вложиться в сумму там 1,5-2 миллиона. На сегодняшний день, вот в Сочи, да, строек таких, которые начинают с нуля, на сегодняшний день нет. Ну, активно в свое время расстраивалась у нас Соболевка, там теперь цены немножко подросли, поэтому... В среднем на Соболевке 70 тысяч рублей за квадратный метр. 70 тысяч. Хотя Соболевка, это раньше, когда его... Говорили, что это дачный поселок такой, там, дачного типа. Сейчас, на сегодняшний день, там, он расстраивается, и более доступная, скажем, землят. Есть еще места, где можно построить, я бы так сказал. Да. Вот, в отличие от центра, где уже нет. Если мы видим, что... От центра, да, то есть здесь ничего не застраивается. На Ареде, да, как я и говорил, там, цена в среднем, Огни Сочи и Сокол, там, свыше 100 тысяч рублей. И вот здесь, вот, если мы смотрим за речный район, там тоже на сегодняшний день ничего не строится. Единственное, жилой комплекс это Ривера Парк. Сомнительные там всякие слухи ходят, поэтому мы его тоже не показывали. И Альпика-17 у нас, кстати, вот мы пропустили, где это у нас находится. А вот здесь улица Догомысская. Вот в этом районе. Вот здесь вот. Нет, не Альпика, Альпика-17. Альпика-17 на Макаренко. На Макаренко. Вот, где-то вот в этом районе. Вот здесь вот даже ближе, вот тут вот находится. Вот такие вот, друзья, у нас цены в центральном районе. И места, где расположены жилые комплексы. Сами можете примерно посмотреть, возможно, на другой какой-то карте. Так, вот, Борис, мы сейчас рассказали подробно о жилых комплексах, где они находятся. Но на карте, в принципе, для простого зрителя она... Все ровненько. Все ровненько. Теперь расскажи, пожалуйста, где равнина, где горки, где действительно вот районы, которые подходят больше для ПМЖ, где школы, сады и так далее. Давайте посмотрим, что если мы сравним Адлер и Сочи, то Сочи у нас более гористая местность, да, в Адлере более равнина. Здесь вот у нас район Мамайка. Мы рассматриваем только низ Мамайки. Мамайка, низ, это более ровная местность. Все там здорово, да. Дальше мы переходим в район Новый Сочи. И вот у нас идет улица Виноградная. Она как раз находится, можно сказать, на хребте. И от Виноградной пошла гора вниз, сюда к морю, и вот сюда, вот в сторону Донской. То есть это, скажем так, если вот не улица Виноградная, дальше идет гористая местность. Переходим на улицу, на район Донская. Как я говорил, что она состоит из двух райончиков таких, да, их здесь называют, это Тимирязево. Это более такая гористая местность, излюбленная, более Донская такая, да. Высокогорная. Да, высокогорная, это, можно сказать, прям близко-близко к солнцу, наверх туда. Вот, и здесь вот в этом районе Донская находятся три школы и четыре детских сада, такой развитый район. Ну, он тоже, скажем, по сравнению с Тимирязево более пологий, но наверху, например, на улице Пасечной встречается там тоже, да, гора большая. Дальше мы двигаемся в район Заречный, это вот улица Гагарина. Там на сегодняшний день ровная местность, и там по большей части представлены пятиэтажки. Дальше вот мы смотрим центральный район, здесь тоже ровная местность. Но здесь проблемы у нас с парковками, и вот многие там говорят, а тут хотим здесь приобрести квартиру в пятиэтажке. Но, опять же, смотрите, пятиэтажки, это старые панельки, хрущевки. И вот когда даже заходишь в подъезд, не совсем приятный запах там от котов. Трещины. Ну, да, разные такие. Вот то, что это касается вот равнины. По большей части она представлена в Заречном районе и в Центральном. Дальше мы с вами двигаемся. Район Завокзальный, это тоже приближенный район к центру города. И здесь, вот если мы смотрим по улице Пластунской, да, здесь еще встречается равнина. Вот здесь, если мы дальше смотрим, вот, например, Туапсинская, это уходит вверх туда, ближе к горной местности, вот здесь вот преобладает. Дальше мы смотрим район Макаренко. Если это, например, вверх Макаренко, там тоже, да, встречается она с более гористой местностью. Это такой вот спальный район. Там несколько школ, детских садов, поликлиника. Это тоже такой спальный район со своей развитой инфраструктурой. Дальше мы переходим. Ну, здесь, опять же, мы во внимание не берем, потому что там по большей части представлены апартаментный комплекс, да, это вот улица Орженикидзе и курортный проспект, где находится золотой треугольник. Вверх у нас пошла, это Лысая гора. То есть, ну, здесь вот представлен Светлана район. Там, можно сказать, застройки такие, то есть там дом находится к дому, вот в этом районе. И сверху Лысая гора. Это, по большей части, тоже у нас преобладает здесь горная местность. И рассматриваем мы Соболевка. Ее еще так называют, что Лысая гора, это Верх Светланы. Да, ну, и никто-то еще и называют Соболевку Верх Светланы, да. Ну, бывают такие. Вот, ну, Соболевка, я бы сказал, это отдельный такой район. Там по большей части, вот, если мы будем смотреть с улицы Пятигорской, вот здесь вот, это по большей части здесь горная тоже местность такая, как бы, да, то есть нужно забраться на горочку. Там отсутствуют детские сады, поликлиники, там узкие дороги, я бы сказал. Узкие дороги, да. Вот, ну, сейчас его только начинают обживать. Вот, ну, и дальше у нас идет район Бытха. Он чем-то даже похож на район Светланы, где по большей части есть там частный сектор представлен, да. Вот, опять же, такие постройки находятся рядом, дом в дом. И вот Бытха, это тоже по большей части горная местность. То есть везде город. Есть Верх Бытхи, да, говорят. Да, ну, и дальше у нас уже идет Мацеста, здесь ее, к сожалению, на карте нету. Там уже более-менее. Самое главное, на центральном районе. То есть, вот, друзья, когда вы смотрите где-нибудь в объявлениях, знакомые улицы вам, посмотрите и обязательно пишите, если у вас какие-то есть сомнения, где этот объект находится, мы обязательно вам расскажем. Да, обращайтесь. Или на горе, то есть, какие там рядом есть маршрутный транспорт и так далее, школы, детские сады, больницы и так далее. Ну, вот, друзья, мы вам показали на карте, какие есть районы, какие есть новостройки в городе Сочи. И почему мы сейчас показываем по большей части Адлер, потому что на сегодняшний день там более доступные цены. Как я говорил, что актуальный запрос это полтора-два миллиона. И как вы видите, что в Сочи, в центральной части начинаются цены примерно где-то в районе трех миллионов. Тем более на равнине, чтобы люди хотят именно на равнине, это вот как раз-таки Адлер и есть. Да, поэтому мы также и показываем вам новостройки и Адлера, и Сочи. Если кого интересуют именно жилые комплексы в городе Сочи, вы тоже обращайтесь. Мы также будем делать определенные выезды и освещение в центральный район новостройок. Поэтому следите за нашими обзорами. Спасибо, что смотрите наш канал. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok